Следующее у нас это молитва на корабле. Когда у посланника спросили о совершении молитвы на корабле, он сказал молись стоя, если ты только не боишься утонуть. Если же ты только не боишься утонуть. Грубо говоря, человек вышел на рыбалку, на шлюпке, например. Хорошо, на небольшой шлюпке. И она что? То есть она может перевернуться, если он стоя будет здесь, там, сам бегать и так далее. Может волна, может еще что-то. И поэтому человек, если вода спокойная, например, и он может спокойно стоя молиться, то он должен что? Молиться стоя. Но если же он боится, что выпадет из своего судна и утонет, тогда что ему дозволяется? Молиться сидя. Тогда ему дозволяется молиться сидя. Или же есть другая какая-то опасность и так далее. то что мы говорили с вами то когда посланник алейсалату сам уже стал стал постарше то есть преклонного возраста он что то есть у него была то есть к то есть кусок дерева такой был в месте где он молился на которого он опирался во время молитвы мы сказали что это для того человека который который не имеет возможности то есть молиться то есть полностью то спокойно стоя то вам здесь вопрос что касается молитвы в самолете дозволяется или нет и вообще почему была проблема в молитве в кара на корабле в чем проблема вообще находили то что нету твердого пола хорошо то есть нет твердого под тобой вода там а поэтому некоторые ученые по фигу старые сказали что если например в чем-то подвешенном будет хорошо мешок подвесить и человек в нем молится достоверно его лежит то есть действительно его молитва или нет сказали нет не действительного монета там сегодня самолеты что делать самолетами какой хока молитву самомолете дозволяется их grace аналогия чем проводится аналогия проводится со с тем с корабля с кораблем и кораблем посланника леса сам сказал молись и поэтому также то же самое если человек следуя приказам команды, хорошо, то есть тем, кто, то есть, как называется этот, борт-экипаж, борт-экипажа, хорошо, следует указаниям борт-экипажа, и они говорят, что опасно, например, турбулентность зона там и так далее, нельзя стоя молиться и так далее, не должен говорить аудзу билля, вы все там кафиры, тагуты, ничего не знаете, я там, нет, тебе сказали, хорошо, то есть говорят люди со знанием, есть действительно, то есть определенные учения и так далее, они знают, что действительно есть опасность, быть может в 90 процентах этой опасности, то есть можно миновать и так далее и тому подобное, но мы смотрим на то, что есть опасность и быть может и представишь, опасность и для себя, для других и так далее, и так далее во время вопроса спасения, эвакуации экстренной и так далее, то есть вещи, которые тебе, ты максимум что сделал купил билет, сел, покушал и приземлился и вышел. А люди целые занимаются хорошо, изучают, как это делается, что делается, почему и так далее, поэтому если тебе говорят, что нельзя, в некоторых, например, на некоторых рейсах в определенное время разрешают вставать. Если получилось, у тебя попросил, смог, аль-хамду-ля, это прекрасно, то есть молись стоя, как посланник Алиса сказал, если не можешь или же боишься и так далее, или же не разрешили, тогда что? Тогда молишься, тогда молишься сидя, хорошо, то есть и в этом нет никаких проблем. И здесь интересный такой вопрос, что многие фанатично приверженные мазгабам люди, они говорят о том, что нет сегодня ичтигада, так они так слышали подобное, что ичтигада нет, ичтигад закончился во времена первых имамов и так далее и тому подобное. И потом, когда ты спросишь у этого человека, а можно ли молиться в самолете, он скажет, можно, почему? Потому что мы проводим аналогию, говорит, с кораблем. А мы спросим, а кто именно эту аналогию провел? Кто тебе дал право проводить эту аналогию о мукаллид? То есть ты всего лишь слепой следующий, и ты, и твой шейх слепый следующий в вашем мазабе. На каком основании ты проводишь аналогию? Ты не имеешь права, а имам твой уже умер. Во времена твоего имама не было самолета. Кто тебе дал это право? Они говорят, ну, это у нас возвращается к основам и так далее. Мы тебе скажем более того, что многие из имамов ваших мазабов говорили о том, что молитва в подвешенном состоянии не является действительной. Не является действительной. Почему? Потому что под тобой, то есть воздух и так далее и тому подобное. И ваша аналогия по этому даже не будет неправильная. Хотя в то время, как мы прекрасно понимаем, что аналогия правильная. Мэйя, мэйя, как говорится, хорошо. Сто из ста. Вообще никаких в этом проблем нет. И поэтому, то есть, подобно тому, как вода является хорошо, то есть, то есть, хоть и неплотной, так же и воздух является хорошо таким же неплотным. В любом случае в этом нет проблем. К чему я это все говорю? В том, что нет никаких проблем и нет такого понятия, что иштигад закончится. Иштигад не закончится. Потому что приходят новые вопросы ежедневно. Иштигад, то есть, Аллах, субхан дали, то есть, те ученые, которые, Аллах, субхан дали, открыл что-то из знаний и так далее, эти людям дозволяется, то есть, хорошо, то есть, усердствовать в поиске истины и так далее, и давать фетвы людям. Аллах, субхан дали, знает лучше. Нет, тогда он ждет, то есть, например, брат спрашивает, что, то есть, он летит, и время зашло в самолете. Но я приземлюсь, и у меня еще будет вдоволь времени, чтобы совершить молитву, стоя спокойно в аэропорту. Тогда что мне делать? Тогда мне нужно дождаться и прилететь, и в аэропорту совершить эту молитву. Кроме как, если он думает, что ему будет тяжело, паспортный контроль проходить и так далее, времени, или же, то есть, я с семьей, например, у меня не получится отвлечься на это, то есть, мне их негде будет, не с кем оставить и так далее, это другие вопросы. Но основа, что человек, например, летит один куда-то, хорошо, то есть, и такая ситуация произошла, иншалт, и так далее, нет проблем. Или же объединить может, например, намерение сделать, объединить молитву, если он на пути. Ну, это еще, это изначально, который по рухам, человек не выполнил какой-то рухам намаз, да? Если человек пропустил руку во время молитвы, если он руку вот-вот пропустил, то он обязан вернуться. То есть, нет, я вообще говорю, то есть, например, мы совершаем суджуд. Первый суджуд совершили, встали, чтобы, то есть, сесть между суджудами и подумал, что я уже два суджуда сделал и встал. Что является для меня обязательным? Я уже встал. Является обязательным вернуться в суджуд обратно. Почему? Потому что в руку, я не совершил руку. Я возвращаюсь и совершаю еще один суджуд, хорошо, то есть, и уже под конец, после молитвы, я что? Все, даю два суджуда, то есть, два суджуда совершаю после или перед салямом, хорошо, то есть, из-за того, что я совершил такую ошибку во время молитвы. Тамам. Если же я уже встал и продолжил, уже прошел еще один руку, там, я, например, в руку уже пошел, и тогда только вспомнил, что я на самом деле только один суджуд сделал, что мне нужно, я еще один ракат доделываю. То есть, я когда, то есть, я, по идее, должен был уже в этом ракате салям давать, я не даю салям, я встаю и еще один ракат делаю, я совершаю еще один ракат и потом еще два суджуда совершаю. Но что касается двух суджудов, за то, что я пропустил руку, молитва не действительная, если я закончил молитву и ушел, хорошо, то молитва моя не действительная. То есть, если время прошло немного, я салям дал, и мне кто-то сказал, брат, ты один суджуда, если что, не сделал, что мне нужно сделать, там же встаю и один ракат просто доделаю, один ракат молитвы и салям даю, и два суджуда совершаю. Если же время прошло, я уже ушел и так далее, потом вспомнил через какое-то время, полностью перечитываю молитвы. После того, как закончил деяние или же? Нет, если это сомнение, то мы отбрасываем сомнение. Если такое сомнение, что я действительно не могу понять, точно совершил, нет, просто здесь проблемы. То есть, если он сомневается, действительно, и у него сильные сомнения, то тогда да, совершается адждаса. Если же сомнение пришло после окончания молитвы, тогда не обращает на это внимания. Если человек сомнение сомнение, то обязательно, например, нога отчувствовала, или ребенок, или он повернулся к ребенку, опасность какая-то, кто-то принесет, оттыгает. Если есть нужда, нет проблем. Если есть нужда, никаких проблем нет. Если он наклонился почесаться, нога отчувствовала. Играет, и все время перед молящимся пробегает. Это проблема или нет? Большая проблема. Это нельзя позволять ему, да? Надо останавливать его. И обучать тому, что нельзя проходить между нами, перед молящимся. Аллаху. Если человек в первом ракате пропустил какой-то руку, вспомнил четвертый ракатчик, он пропустил руку. Еще один ракат доделывает. Или еще один? Дополнительно. То есть я в первом ракате пропустил какой-то руку. Я уже совершил второй, третий, четвертый. После четвертого я должен салям дать. Я не салям не даю, а встаю. То есть он считает, как будто он не совершал этот ракат. до панды вы еще один ракада делаю то лава для него не дозволено то не вне одевать эту одежду не этот самый не выходить в ней не приходить в мечеть тем более и так далее что касается человек который за ним молится молитва действительно не пробуем на ребенка сажда когда совершаешь нужно то есть до земли твердо это коснуться если таким образом через ребенка сможет победный ребенок и подвинуть его рядом то есть если грубо говоря между руками у меня здесь ребенок я совершаю суд нет никаких проблем но не на него то есть не на при не на животик ребенка например нам на его голову на его ножку и так далее нет то есть рядом с ним не проблема нет если если у нас в джамаате то никаких проблем нет потому что в джамаате у нас с утра с утра имама то есть перед перед имам нельзя проходить передо мной никаких проблем под если я займом молюсь поэтому пришло имам аль-бухари и мыслим что ибн аббас рассказывает что он на то есть самки осла наслиться то есть на аслице между рядами проходил пока не доходил до конца ряда слезал с него и входил в ряд и никто его не порицал никто его за это не порицал до момент аслица то большая была дети если если детям польза будет от этого если детям этом польза будет и они то есть не более чем то то есть ну где-то пошалили и так далее но мы их постоянно то есть воспитываем говорим не делайте так и так далее мы видим что они это понимают и так далее что таким образом то нет проблем во время молитвы во время молитвы посланника алиса сам хасан или хусейн залезали на посланника алиса ратусам или же то есть посланника алиса ратусам слыша плач ребенка например ускорял свою молитву и не порицал не говорил что что то есть не по зачем вы своих детей приводите не говорил но если действительно ребенок например проблемы делает приводит то есть играется в мечети например то есть для него мечеть, это что? Здесь место, где можно поиграться, побегать в салки и так далее, в прятки поиграть, это естественно молитва, то есть мечеть не сделана для этого , но если ребёнок, например, то есть он из числа тех, кто даже если где-то там хорошо походил, зашёл туда, пришёл сюда, где-то там залез на своего отца, где-то поплакал там и так далее. Что то такое, но в общем то есть все нормально, ему польза бывает от того, что он приходит в мечеть и так далее и тому подобное. Вся Алитария, нет проблем приводить такого ребенка головами. Особенно если он уже в возрасте 5-7 лет и так далее, когда он уже понимает, когда нужно Нельзя, ни в коем случае нельзя То есть тот ребенок, который не может вуду совершать и так далее, нельзя его в ряд встать Потому что он этим самым обрывает человек ряд Его молитва действительно Не, не дозволено Если, например, 7-летний ребенок пришел, в первый ряд встал, это его место Никто его не должен туда выгонять Он раньше тебя пришел Хочешь приходить, надо вовремя приходить Выгонять надо вовремя приходить Если он, аль-хамдулля, молодец, вовремя пришел, куда выгоняет? То есть тот ребенок, который молится То есть он уже совершает молитву, понимает и так далее, не играется в ней То есть наличие воды обязательно будет, чтобы ряд не нарушался? Да, то есть он молящийся должен быть, он должен быть молящийся По теме тоже вопрос, бывает очень часто Некоторые братья приходят в мечеть, когда, когда пораньше Ну положат там сивак, ключи, брось, и там выйдут из мечети Берешь, убираешь от сивак, помоешь Нет, нет такого, как называется, места занимать и так далее То есть нет проблем, даже если бы он не занял бы И, например, встал бы, пошел омовение совершить и вернулся бы То это его место, он больше права имеет Если он сегодня думает, что сегодня этот хадис мало кто знает и что-то положил Но он вышел для того, чтобы вернуться, то нет проблем То есть, грубо говоря, мать ему позвонила И он быстренько хочет маме своей ответить Например, вышел, поговорил с ней и вернулся То есть, ну что-то недолгое Не домой пошел чай попить и потом вернулся, например, на джума Приходят в 7 утра, положат на первом ряд Ушел и покушал, поспал и так далее И перед хутбой приходят и говорят, это мое место Нет, то есть это место можно убирать Нет у нас такого, то есть резервации места в мечети и так далее Нет у нас такого лавали Но опять же, то есть если вот что-то такое То он даже если бы не положил бы ничего То есть на это место, то есть указывающий, что это его место Он больше права имеет Он больше права имеет на это место Много где так делают У нас такое бывало, знаешь, как Мы с братьями приходили, у нас между Магрибом Аиша урок был, но мы с шейхом в конце мечети садились То есть Магри почитаем И да, Аиша у нас урок, то есть в конце мечети То есть при входе где-то, недалеко от входа И некоторые братья что делали? Коврики Когда еще во время коронавируса, коврики нужно было Свой коврик там оставляли И как-то раз оскорбился он, что человек пришел И убрал его, видите ли, коврик Я говорю, Субханна, человек пришел перед Азаном То есть он сел на это место Хорошо, то есть он здесь помолился В то время, как ты, да, ты на уроке Это все прекрасно, но он все это был И ты потом что? Потом с шейхом еще поговорил о чем-то Пообсуждал что-то Пошел туда, омовение взял и так далее И приходишь ближе к Иками и ждешь, что, Субханна Это все место тебя ждать будет Так не бывает, говорю И поэтому, то есть его коврик сложили Потому что уже люди собрались, убрали И я говорю, брат, молись там, где То есть Аллаху спа на тебя бляш Или же, как только урок заканчивается, иди и занимай место Занимай место Ну, то есть ты что думаешь? Ты думаешь, что то время, которое ты потратил лишнее на уроке Или же у шейха дополнительную пользу узнал И то, что он первый ряд занял Чья награда больше? Без сомнений, человек, который на уроке сидит Огромная, то есть намного больше награда Чем тот, кто просто первый ряд занял и так далее И тому подобное Поэтому, то есть чего ты боишься? Награду потерять, думаешь? Ладно, но имеется в виду То есть этот человек больше права имеет на это именно место На первое место, ла-ла-ла-ла Слушал то, что между столбами стоят проблемы Вот есть ли ряд, люди нахер стоят И там есть место Мне надо туда присоединиться Или лучше вот, где новый ряд занял Молитва между столбами не просто проблема Молитва между столбами, если я не ошибаюсь Даже в некоторых хадисах пришло То есть не действительно молитва такая Только если человек сам не молится Если человек один молится Между столбами нет проблем Если же в джамаате, то есть ряд То ряд прерывается из-за этих столбов И поэтому не дозволяется там молиться Здесь другой вопрос То есть у меня есть возможность сделать ряд полноценный Или же у меня передо мной есть Эти два столба То есть, например, я между ними молюсь Мы говорим, что если человек Знает, что мечеть не заполнится То есть это не та мечеть, которая там все ряды заполнится И так далее Людям местом не будет молиться То тогда он должен молиться И не дозволяется ему молиться между двумя этими столбами Он молится за столбами, перед столбами Неважно, любой ряд, где не прерывается этими столбами Если же мечеть в любом случае, и он знает, что мечеть заполнится, то есть это все места, то есть нуждаться будут и так далее, тогда нет проблем молиться между столбами, только по той причине, потому что когда у нас негде молиться, как Абу Ибрагим, например, спрашивал, что даже на спину перед стоящего можно молиться, то есть у тебя нет возможности другой, ты в любом случае, ты на улице бы молился и так далее, то есть вот у меня есть место, где я могу, там и молюсь. В этом нет проблем. Понятно о чем? Саша, мы знаем, что заполняется ряды, набрать середину имама, да? Вот, например, намаз идет, присоединяешься, первые два ряда заполнены, третий ряд они стали заполнять вообще слева фланга. Мне как присоединяться туда, где они или за имамом становятся? Полностью, они начали слева прямо? Они слева, там пару человек сделали, там пять человек. Нет, посередине становишься, посередине, Аллаху Таалю. Одному нельзя, но если кто-то еще будет с тобой, посередине надо становиться, Аллаху. Между столбами идет ряд, и один столб стоит, и, наверное, это не посередине, а вот здесь вот ряд идет до столбами. И вот рядом он переиспеченится, и все. Да, если не между царьей, а просто прерывается ряд, то до этого прерывания, иншалла, нет проблем. Иншалла, нет проблем. Аллаху Таалю. Это сунна. Это сунна. Читать быстрее, когда ты слышишь, что ребенок плачет и так далее, особенно если ты в джамате, и мамами боишься за его мать и так далее, это является сунной ускорять свою молитву. Ускорять свою молитву. Ускорять это в плане коротких суры, да? Короткие суры, сунны, то есть оставлять какие-то, которые пришли, например. Как будто бы не было того раката, который ты совершил. То есть, например, в третьем ракате произошло это. На четвертом я должен был что-то шагу читать. У меня третьего раката не было. Значит, вот это мой ракат, это третий ракат и так далее. В некоторых мячетях, и мам стоит не посередине, а с краю гугла. И много вариантов, и начинается, можно заполнять займом или середину. Не могу представить себе мячей. Там косые ряды, и мам стоит, послевно, хранут в гуглу, мячете. И мам стоит слева, и ряды уходы слева. Не, не, жал, это алят. Начинается, да, за имамом, и потом, то есть, таким образом. Валлах. 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 Посмотрим. Амдулли. Брат, если женщина встала на намаз, и у нее ребенок проснулся, можно ей выйти, усыпить дальше, и спокойно заново совершить? Можно пойти, взять своего ребенка и вместе с ребенком помолиться. Так же далеко это? Насколько далеко? В другом доме? В другом доме. В другом доме? Смотрит человек по возможности, и по мере возможности не теряет кыблу. То есть, идет, берет ребенка и возвращает, сначала нет проблем. А выйти, усыпить, если она одна была? Валлах. Проблема именно в усыплении просто? Ну, плакать будет ребенок? Нет, нет, пусть ускоряет лучше молитву. Это будет лучше, валлах. Это получается, как бы, ну, движение ради молитвы получается? Да, да, нет, если кто-то постучался в дверь, например, и человек, то есть, отправился, дверь открыл и продолжает свою молитву. И молитва не нарушает телефон, да. Отвечать только не надо. Ставит стул, он таким образом, чтобы, да, задние эти самые были в ряду. То есть, с моей пяткой, его должна быть задняя ножка стула, с моей пяткой должна быть. Валлах. Естественно, разногласия некоторые сказали, что основой является тело, или же, то есть, ноги где, то есть, в ряду и так далее. Ну, то есть, даже с другой стороны, если мы посмотрим, если он по-другому поставит задний, как будет молиться, тот, тот заднего. Или просто пусть мутарабя, пусть молится на полу просто. Валлах. Но если человек, например, молится, как сейчас очень многие, молятся просто потому, что вот нужно на стульях, или же, особенно в Египте, это распространение, заходишь, слева два человека молятся, и весь ряд вон там молятся. И они говорят, не действительно это молитва. Молитва батлер. Не действительно это. Да, в конце, кто-то здесь становится, кто-то там становится. Молитва, действительно. Молитва только тот, кто в ряду. Вот их молитва действительно. ну да будет возвращаться к этому закончить таша воды встать но ракат не считается еще дополнительно сделку смеха если во время молитвы произошел смех молитва недействительно до какого-то пришло если человек ага начал смеяться и так далее молита действительно некоторые моза говорится что молитва не седой амавей не нужно заново взяли моли если он смеялся настолько что потерял омовение тогда нужно будет если же Ты просто посмеялся, молитва недействительна, но омовение сохраняется, заново молится. Ты же посмеялся, молитва недействительна, но можешь потом снова за имамом продолжить? Да, 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 конечно, конечно. Да, слушай. Вопрос с Мусаферти. Например, я зашел мечеть, ну там имам этот, например, намаз Зуха, где можно Мусаферу каратить. У нас, братья, может, здесь ифта целый стал, но молитва стоит того. Если ракат не застал, то два читает. Да, да, если ракат или руку не застал, то два читает. Если же застал хотя бы один, то продолжает молитва имама. Похоже, вопрос там был. В Сафаре находится, молитву сокращает и совмещает, да, в определенном случае. Если знает, что приедет и у него достаточно времени, в принципе, он совмещает, знает, что останется время, как бы нет проблем, но делает намерение, что для облегчения себе и совмещает и сокращает. Ну, не проблема, если есть в этом особенно нужда какая-то или облегчение, никаких проблем нет, ничего. Вау. Человек не совершил магрифу, он в Сафаре. Не совершил. Не совершил магрифу. Он приезжает, приезжает, ну, в мечеть заходит, а там уже все, и камер встает на Айша. Как себе домой вернулся? Нет. В пути еще? Нет, в пути, да. Он заходит в мечеть, и он ставит, намерение ставит на магрифу, в каком образе он совершает. Они совершают Айша или Сафар? Айша, и он магриф. Как вы любите вопросы раз на классе. Два, два, два здесь, два возможных пути. Либо же он совершает с ними три раката, и когда имам становится на четвертый ракат, он что? Совершает ташагут и дает салям. Или же что? Он сидит и ждет, пока имам закончит свой четвертый ракат и вернется, и потом вместе с ними совершает. Если он считает, что он успеет, то, наверное, предпочтительнее было бы ему совершить три раката с имамом. Хорошо. То есть быстро совершить ташагут, салям, дать, встать и застать рукой. Или же что? Еще первый ракат, чтобы это был для него первый ракат Айша и последний ракат имамом. Можно, не проблема. Потом еще один ракат доделать, и все, и он с него снято. Либо это, либо это. Валавана. Валавана. Вопрос по омовению мне. С женой играешь, возбудился. Дали время на намаз. Взял омовение, пошел, прочитал, а смотришь. Еще, грубо говоря, смазка еще уходит. Если выходит смазка, то омовение нарушается. Так же нужно будет помыть место это. Если же... Что касается выходит... Но выход с маски нарушает омовение. Нужно помыть это место и потом омовение занос. Скажите. Вопрос такой, не смог найти ответить. Человек сделал действие, которое портит омовение во время омовения. То есть, например, он омовение... Заново. Заново. Побрызгать. А у него... Побрызгать. Да, побрызгать. То есть, ну, она называется наджаса мухафафа. То есть, слабая наджаса. То есть, просто нужно побрызгать и иметь то, чтобы, то есть, ну, в общем, она ушла и так далее. Имам... Только после того, когда он не обсужит, уже коснулся у носа и бомб, и только потом... Это неправильно. В начале действия должен. То есть, вместе с действием должен давать такбир. А, да, да, да. Нет, нет, нет. Действительно. Молитва действительно. Кто-то еще поднимал. В конце вопроса, когда я отвечал, то есть, он, получается, присоединяется к имаму, да, на Айша. Он успел магриф сам дочитать, и один ракат застается с имамом, и он Айша хочет так же почитать. То есть, он дополняет после того, как он один ракат почитал. Он один только, блядь, не три, даже несмотря на то, что имам полную молитву делает. Так имам полную магриф молитву, а не Айша молился. Нет, он же Иша. Я же не его молитву молюсь. То есть, я, в принципе, не молюсь его молитву. То есть, когда мы с ним оба молимся Айша, я молюсь его молитву. Когда мы с ним разные молитвы молимся. Я свою молитву, он свою молится. Совсем другой вопрос. Ты когда Иша, то есть получается, я присоединяюсь к нему, я же застой, он Иша делает, и я же Иша присоединяюсь к его Иша, то есть полный Иша от 404 ракатов, который у него. А у меня как Иша, как он сайфер, что ли, получается? А, вот в чем вопрос. Аллаху. Интересно. Тогда, наверное, 4 раката. Аллаху. Поэтому пусть другое мнение возьмет и сидит, просто ждет. Когда человек один совершает фазу, нужно ли ему такбиратулли нитикаль вслух читать? Беда является. Некоторые ученые скажут, что является нововведением такбиратулли нитикаль читать вслух, когда человек один молится. Аллаху. Сознайтесь. Вот, за Магрибом еще малое расстояние, да, вот время намаза. И, допустим, человек перед Магрибом возникла ситуацию, как брат Алмаз рассказывал, с женой. И, допустим, он знает, что нужно будет валить свою нужду и потом идти на намаз, даже если опоздает. Он, например, это сделал, пошел на Магриб, и у него, например, во время намаза, что-то вышло, он домой пришел, удостоверился, что действительно что-то вышло. И на протяжении времени Магриб, вот этого маленького, у него постоянно что-то выходило, и вышло время Магриба. То есть ему как, например, уже вот эту ситуацию? Вообще воздержаться лучше, то есть от близости в это время? Нет, у нас вопрос. Посланник, алейхи салату ассалам, на азан там и так далее и тому подобное. И до икама, например, то есть у него было что-то с его супругой и так далее, и нужно выходить на молитву, он, то есть во время действия, например, и так далее. Он заканчивает свое действие, затем что, то есть совершает омовение, то есть, ну, гуссаль имеется в виду и так далее, и отправляется на молитву, Аллаху алим. Что касается того, что если что-то выходит и так далее, то омовение нарушается. Тут нужно смотреть, когда именно вышло, то есть он закончил молитву, когда оно вышло, или же когда, то есть если он почувствовал затем хорошо совершил молитву после этого еще раз вышло все молитва его действительно а то что после молитвы что-то опять вышло то есть его молитва действительно мало если же так вы таким образом уходит что он мискин не может этот самый 3 раката 4 раката 2 раката сделать пусть еще раз если он чувствует и понимает что действительно выходит то сам себя не обманутся это к про проводу говорится про человека которого с вас то есть он нам помочился например и затем что ему кажется что то-то там какая-то капля вышла еще что-то не обращать на то есть он помыл побрызгал все он же говорит про то что действительно происходит то есть после уже то есть полового соите и так далее то подобное что у человека бывает все равно что-то то есть какие-то то есть следы и тогда выходит бывает такой план бывает когда жён мало бывает если есть подозрение что в случае не доказать кого-то вода везде попал значит надо заново нет заканчивать заканчивать процесс его соли все да и с маска на нарушает только малое мовенье большое мовенье нарушает то есть не динаме не становится человек полом осквернение просто из-за обычного возбуждения если выделяется масс маска то человек то есть не не спадает с него то есть то есть ему то есть обязательно становится только мало мовенья небольшой он